Музыка Прежде чем эта выставка родилась, конечно, много у нас было и диспутов, и разговоров, и люди, в общем-то, все зрелые, взрослые. И поэтому все со своим мнением, со своим понятием о жизни и так далее, и эти картины, собственно, и уже, наверное, и не совсем сказать, там, маститый художник, который зарабатывает на жизни картинами, скорее всего, обратное, а как бы свое мнение об этом имеет. Поэтому, когда родилась идея, что мы сделаем, ну, в первую очередь мы точно знали, натюрмор будет или какое-то другое название, мы знали, что мы сделаем первую выставку, а там как жизнь покажет. И вот это, мы даже название группы пока еще, так она витает в облаках, но не сформировалась. Но сообщество точно людей, которые, как бы, ну, болеют, не могут жить без этого, думают каждый день об этом. Меня, вот я архитектор по образованию сам, меня заставить не думать один день о живописи, мне уже будет плохо. Да, я думаю, и все наши люди, которые выставились, то же самое. Конечно, среди нас есть люди и с художественным образованием специальным, вот, и которые занимаются профессионально этим. Это, я могу сказать, что это Герман Титов, который не только в Алма-Ате работал, и в Москве работал. Лиля Познякова, она тоже неоднократно участие. Ну, и вот эти вот все наши участники, я сейчас их буду называть, значит, Светлана Величко, вот, мой друг Оля Горячкина, ну, я сам, вот, и Георгий, да. Из работ, которые здесь представлены, ну, скорее всего, не каждый отражает автора работы. Вот, если взять Германа, это не его мнение, а мое мнение о картинах. Они всегда интересны, они живут, потому что, если вот взять скамейку, вот, живая, как арт-объект, и он же ее и пишет на картине. Мы, когда составили программу «Слово натюрморт», конечно, уже мы, наверное, в том возрасте, когда нас просто в рамки одеть, да, там, тяжело. И каждый через натюрморт пытался выразить кто-то отношение к жизни, кто-то отношение к предмету, кто-то просто предмет, как вот суть его, там, с кровью, там, с материалом и так далее, как Оля Горячкина, например. Вот ее предметы прям живые, одушевленные вот ее. А если, например, взять работы «Величко», она сквозь натюрморт больше рассматривает созерцание даже и природы больше дальше, чем натюрморт. То есть у каждого свое, вот. А если взять, например, Лилю Познякову, вот, бутылки, да, казалось бы, сети. Ну, если внимательно посмотреть на ее работы, за этими работами стоит, конечно, настроение и природы, можно там увидеть, и ностальжи по реке, по тому состоянию, которое ты у реки получаешь. Ну, кроме того, она смысл закладывала в сетки, в бутылках, ну, и мало того, еще философию делает. И реальность моментов, он вообще через мир предметов увел в абстракцию, например. Тоже интересно, потому что на сегодня, я считаю, тоже это современный язык. Вот, вот, как бы мы все вроде бы и любим встречаться, а на самом деле, как они любого, то есть каждый в глубине по-своему, все-таки перерывает, дышит, ну, возраст. Реально планируем не останавливаться уже, первый год показывает, и следующий проект у нас уже тоже будет, он будет посвящен городу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова